Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей и сегодня я с вами хочу протестировать тонирующий спрей. Да, я видела, что много-много разных тонирующих спреев. Никогда в жизни я не пользовалась тонирующим спреем, но почему-то я подумала, что будет интересно дать свой тест-обзор, потому что вот сейчас ситуация, например, у меня отросли корни. Мне сейчас нужно улетать и прям покраситься у меня срочно нету. Мне нужно 2 дня от строчки, там 3, да, до того, как покраситься. А может быть будут дела, и я еще не смогу покраситься. И хорошо бы, а выглядеть нужно супер, да, и хорошо бы притонировать вот мои вот эти вот, не только даже корни, но еще немножко желтоватые вот здесь вот. Ищу все, ищу супер краску. И, кстати, мне кажется, я ее нашла, но перед тем, как мы протестируем идеальную краску, мы протестируем краску от Сьез, другую. Кстати, кто смотрит меня и кто интересуется окрашиванием, то мы будем в следующий раз тестировать на моих корнях краску Сьез. Вот такую вот, блонд. Мне ее посоветовала одна из моих подписчиц, она пользовалась. Но я немножко другой цвет взяла, оттенок. Ну, короче, посмотрим, что будем. Мы подумали, что не суть важна, да. Ну, и пока я искала краску, я увидела вот такой тонирующий, тонирующий спрей. Это не сухой шампунь, как я понимаю. Тонирующий спрей для закрашивания отросших корней волос и седины. Смотрите, как он выглядит. Вот, вот такой вот. Что он делает? Мгновенно закрашивает отросшие корни и седину, смывается после одного применения шампуня до 25 использований. Это блонд. Это какая-то новинка, на самом деле, у Сьез. Сьез меня никак не просил все это снимать. Это не спонсировано, Сьез. Стоит это 150 рублей, вот этот тонирующий спрей. Всего лишь навсего. И что нам нужно сделать? Давайте начнем, приступим к тесту. Я с вами вместе все это протещу. Вообще, перед отъездом мне страшновато немного им пользоваться. А вдруг он сделает мои волосы грязными, например. Я вот за это переживаю, да, и мне придется снова мыть голову. А времени-то у меня нет. Сейчас я открываю. Здесь у меня такой наконечник, смотрите. Такой тоненький наконечник. Мне интересно, как он будет распределять струей, если будет бить или нет. Я немножечко сделаю сейчас ванну. Нет, он распределяет, пшикает. В общем, пш-пш делает. Давайте я немного подниму, чтобы вы видели, да, что происходит тут вообще у нас. Давайте я буду смотреть в зеркало. У меня здесь зеркало. Смотрите, какая у меня классная ванна, да, цветочки в зале. И прямо вот это пробор мой, которым я буду носить. Я не буду делать прямо все горни, знаете, как окрашивание. Я реально сделаю только на видимые части. Страшно? Присяду, я хочу, чтобы вы все увидели. Нет, надо еще лучше стряхнуть. Я пока что не вижу, чтобы оно закрасило. Ну-ка. 150 рублей. Можно... Подожди. Я, как всегда, на каком расстоянии-то? А не написано, на каком расстоянии. Блин, ну как всегда, наверное, на расстоянии где-то 25, да? Так. На коробке была? Нет, вот он так, без коробки, кстати, да, уже продавался. Давайте еще сделаем слой. Может, я далеко держу как-то? Что, есть изменения? Я не пойму. Не, ну чуть-чуть есть еще это, по-моему, да? Мне кажется, ты не видишь, какая сухая лошадка? Нет, вот именно, что корни меньше стали, нет? А ну-ка, давайте вот так. Свет. Ну, просто как напыление. Это жир, как сухой шампулы. Ну да, это спрей такой. Ну, и как будто, смотри, у меня как будто корни, и не такие уже, да, как пыльники. Такие? Сейчас стоишь. Придумываю? Самовнушение? Да. Сейчас я, короче, переборщу, и реально придется мыть голову. Ну, смотри, вон, вообще не видно корней теперь. Конкретно. Это по муку тебе насыпали. Муку насыпали. Вот как на сухой шампулы. Да ну, посмотри, не видно же, ничего не видно. Не видно, что там мука или что-то насыпано. Смотри, вблизи. По-моему, очень даже. Я первый раз пользуюсь таким. Ну-ка, пусть оно подсохнет. Вообще, по-моему, вообще круто. Ну, я сейчас еще разделю проборчик и сделаю, конечно, это вот еще, потому что просвечиваю. Новый пробор и старый. А, ну иди смотри. Вот, хорошую идею подала Кристина. Покажи новый пробор и старый. Смотри. Новый пробор. Старый пробор. Ой, ну да, поярче. Но тут все равно не прям он закрасил. Ну, все равно. Смотри. У тебя, наоборот, ощущение, что седые корни стали. Так видно, что у тебя были темные корни, видно, что отросшие темные корни. А там как отросшие седые корни. Да ну. Нет, а ну-ка, давай вот так смотри. Дышать не могу. Ну и что? Сейчас он высохнет. Ну и смотри, опять стало. Да, я ничего не видел. Ну что-то есть, но не сто процентов. Слушай, ну, смотри, я сейчас поеду красиво. Никто не догадается, что у меня и отросшие корни. Ну, очень даже достойненько. Главное, чтобы волосы не были грязными. Сейчас, ну вот смотри, сейчас, раз, вот я делаю этот рабочий. Главное, сухим шампунем ши, конечно, корни, они, он тоже светлее. Да, да, но здесь еще и притонируют. Вот, смотри, раз. Здесь все-таки оно идет. Вот я пошикнула так, смотри. Да, но не на сто процентов. Оно идет более свет. Пять процентов. Я, наверное, много херачу такая. Ну, ничего не много. Не жалею прям. Подсохнет пусть. Зачем я делаю второй слой? Просто сдалека делаю его. Ну, типа, лучше. Ну, вот, я сделала вот так вот пробор, короче, и по краям пробора еще. Ой, мне тяжело дышать. По-моему, достойненько получилось. Смотри, что это забавно и красиво. У меня красиво все было. Смотри, какой фон. Ну, смотря, какой фон. Выбрать и свет нужно поставить здесь. Не, если я думала, ты без цвета будешь снимать. Короче, смотрите. По-моему, достойно. Он чуть-чуть подсушивает, мне кажется. Сейчас надо, чтобы высохло все как следует. Сейчас оно все подсохнет, и я вернусь. Все, оно все высохло. Смотрите. Мне кажется, девчонки, вот я сейчас смотрю, оно реально высохло. Нет, я не чувствую грязных волос. Я еще похожу, конечно. Поеду в поездку. Потом в одном из влогов скажу. Или на следующей покраске корней я скажу уже окончательное свое мнение. Но вот сейчас, посмотрите, реально есть и разница, да? То есть я реально не вижу своих прямо отрожших корней. Они не бросаются прям супер в глаза. Они такие какие-то... Вот. Главное, главный пробор. И с каждого еще взять и чуть-чуть сделать, да? Потому что если мы, конечно, сейчас возьмем пробор вот так, то здесь будет видно корни наши, да? Учетливо. А тут раз, по-другому. И, возможно, может, он даже как-то объем делает, мне кажется. Как-то легкий объем появился. Потому что на пыление. Потому что на пыление, Кристина говорит, на волосах. Короче, вы знаете, что я вам скажу, девчонки мои, любимые, родные? Мне понравилась тема. Мне понравилась тема. И главное, что когда смотришь прям вот так вот вблизь, да, вот так вот, да нет никакого тут ничего порошка, не видно белого, не видно каких-то пятен. Потому что цвет реально, он такой блонд. То есть это не какая-то белая фигня, которую ты сыпешь, да? А реально вот блонд такой. И под мой идеально подходит. Все, мои хорошие, я была рада с вами поделиться этой находочкой интересной, классной. На всякий случай она будет. Вот так вот, знаете, мне вообще, как блогеру, супер. Вот не успела что-то сделать, нафигачила, и все. И снимаю вам видео. Вам кажется, что я покрасилась. Я на самом деле напшикалась. То есть, Криста, скажи, а еще какие-то тебя интересуют моменты такие? Вот там темные цвета есть. Вообще там несколько оттенков, на самом деле, шатенки, рыжие. Я бы его употребляла только в качестве сухого шампуня. Вот он с каким-то легким оттенком. В качестве сухого шампуня? Но это надо попробовать на грязные волосы. Может, оно и не сделает их чистыми. Вот у меня, мне кажется, я, конечно, не пробовала, но мне кажется, это у тебя сейчас такой эффект и по ощущениям этих нет. Так у меня чистые волосы. Ты говоришь, создался объем после сухого шампуня тоже появляется что-то за счет этого легкого. Мне кажется, что создался объем. Ну, потому что волосы уплотнились за счет налета этого легкого. Ну, ты бы как сухой шампунь использовала, но тут нигде не написано, что это сухой шампунь. Ну, я бы его использовала как сухой шампунь с оттенком. Ну, я бы сравнила, мне кажется, как я сейчас визуально увидела, мне кажется. Потому что закрашивать то, что ты хочешь, он не закрасил. Ну, светлее сделал, да. А, смотрите, здесь палитра есть, подходит для оттенков. Для каких? То есть для всех блондов почти. Разных отливов, да? Видите? Цена получается нормальная, 150 рублей. Цена университет. Да, вообще цена маленькая, потому что другие были, там, марки, я не помню, какие. То, что и нам приходило, да. Там 350, 400 такие цены. Я когда увидела съезд, думаю, ля, ты стану, мне не жалко, стоить 50 рублей на тест. И я всегда ищу что-то прикольное и недорогое. Вообще как. Тем более съезд прикольная марка, она себе зарекомендовала уже. Многим нравится. Все, мои хорошие, я люблю вас, целую, рада была с вами протестить это. И увидимся в следующем видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Знаете, что мне очень приятно, когда вы ставите лайки. И я по ним сужу, нравится вам видео или нет. Все, целую, люблю, пока. Субтитры сделал DimaTorzok